Вот мы зашли. Это больница. И в больнице мы зашли тут. Специально сделано. Как бы молиться можно. Да благословит Господь наш разговор. Садись. Господи помилуй. Так. Держи. Так. Садись-ка рядышком. Где она? И напал. Вот. Вот я дорогу это не выключил. У меня всю дорогу работала. Так. Ты знаешь, что операция серьезная? Да. Вот я кое-как попал. Какие препятствия были? Это была утром у меня? Краевая. Для меня краевая, когда я был там, краевой. Или там. Бродил, бродил. Нету. Давай звонить. Это сказала, где выходят. Нету. Пупкову позвонил везти. Не могу. Вызвал ее сына. Он сразу безоговорочно привез. В одну больницу поликлиника. В другую опять нету. Я сейчас ходил по этажам, пока. Женщина зазвонила на моем телефоне. Значит, для чего я пришел? Поговорить, ободрить тебя. И дай наказы. Ты уже никогда не сможешь сказать то, что сегодня можешь сказать. А я уже сказал. Старший, неси братьев, сестер, отца. Погромче говори. На крыльях молитвы. Никогда не отпускай визу Христову. И никогда не сомневайся в Боге есть. Бог есть. Он такие чудеса творит. Это даже умно сказать невозможно. Даже слов таких нет. Что делает Господь? А какое утешение молитвы? Какое утешение это вера? Сколько Господь чудес творит? Поэтому у меня такой вот наказ. Никогда не от вас не оставляй молитвы. Никогда не оставляй Господа. И учи этому. И братьев, и сестер. И все у вас добудет с любовью, как сказали. Даже если где-то кто-то обидел. Даже если отец обидел. Спасибо, Господи. Любви не оставляй. Относитесь к нему как неначально. Ну, на крыльях молитвы. Потому что Бог есть любовь. Любовь. И когда будет между вами любовь. Вы, мои дети, не мои чады. Мне вас Господь дал. Если бы не Он вас любил. Сколько вы мне слез, сколько молитвы. Сколько мне всего этого стоили. Особенно желание. Каждый день молитвы. Когда он маленький был. Ты же помнишь, как он был. Хотя нет, ты не помнишь. Сколько тебе было. Год и три месяца, когда он родился. Год и два. Год и два месяца было тебе, когда он родился. Он родился совсем больным. Слабый-слабый. Он кричал и плакал. Потому что он больно не прибавлял. Он в весе в месяц 50 грамм прибавлял. Для младенца это так мало. Кормить запретили. Как он чудом выжил. Два младенца было. Беременная. Один развивался, один не развивался. Слава Господу. Ваня родился. Когда болел. Как я над ним молилась. Я его подняла. Уже сил не было. Подняла перед икотом. Говорю, Господи, говорю. Да неужели ты не можешь его исцелить? И тут меня как будто кто-то испугал. Я так испугался. Что ж я говорю-то? Господи. Прости меня грешно. И после этого у меня пропала молитва. Я год не могла молиться. Я начинаю молиться. Я не могу. Слова не идут. Молитва не идет. Около года не было молитвы. Но я молилась. Я не оставляла молиться. Сколько я молилась за Ваню. Сколько раз он был у нас на грани смерти. Мы восемь раз в больнице лежали. А Ефросинька. Сколько слез она мне стоила. Как врачи говорили. Не родится ребенок. Не выживет ребенок. Не сможете родить. Я ему сказала. Вы не знаете. Только Господь знать может. Слава Господу. Какая Ефросинька родилась. А Несторка. Слава Господу. Вот чудо какое. Какая у него связь с отцом. Ты же помнишь, что он не причащался. Он не причащался. Кому сказать. Младенцу два года. Его подносят к причастию. Он кричит. Не могу. Он мне не хочет ничего. Он говорит. Не могу. А отец пьяный готовит. Это время. Он чувствует. И только вот когда он сам исповедоваться начал в четыре года. Ты же помнишь? Он начал писать в четыре с половиной года. Читать и писать. И когда он написал. Помнишь? Большими губами на бумаге написал. Грехи. И пришел у батюшки на исповедь. И батюшка прочитал. Ой. Великий же ты грешник. Пошли на исповедь. И после этого он начал причащаться. Только после этого. И обратите внимание. До сих пор отец пьет несколько беспокойно. Какая у них связь тесная. Вы помнили. А Васенька. Который не родился. Который погиб. Вочерей. Как я тогда молилась. Вот дай тебе Господь такую молитву. Господи дай. Дай ребенку такую молитву. Молилась так. Встану на колени. Молюсь, молюсь. Вся в слезах. Вроде бы 15 минут на коленях стоял. Смотрю. Два часа прошло. А уже в ночь все давно спят. А я молюсь. За Васеньку с этого. Молюсь. Васьенька. Я на соблюдаю. Молюсь. Господь теперь здесь на земле жизни не дал. Сожжите. Спасибо Господи. Бог дал. Бог дал. Да будь именем благословен. Как тяжело это было сказать. Но я сказала. Очень тяжело было сказать. И вот смотрим. Молитву. Молитву. Вера. Как она? Назваляй. Выдержит это все. Потому что легко это было все. А когда у нас еды не было? Мы крупы. Кабры-куром варили. Сами едят. Еды не было. Денег не было. Помолишься. Лечишься. Глядишь на следующий день. Господь через кого-то посылает. А как отец. По неделю пропадал. Денег нет. Еды нет. Кто-то придет и поможет. Какие чудеса Господь творит. Чудеса. Поэтому и сейчас. Верю. Не оставлю. А как вот я рассказывала. Помнишь? Когда операцию-то делали. После возникновения. Умолила я эти Господа. Эти 10 лет. Давно. Слава Господу. Каждый день считала. Вечер умолюсь. Еще один день прошел. Год прошел. Вот столько-то лет осталось. Слава тебе Господу. Еще прошел. Ждала. Чувствовала. Исповедовалась успела. Причастилась. И тут такой вот диагноз. Слава Богу. А ведь могло бы этих 10 лет не быть. Поэтому благодари Господу. Что Господь дал. Сегодня будешь молиться. Помолись. А там как Господь решит. Решит по-другому. Ребята не оставили. Молитвы не оставили. Неси их. На крыльях моих. Отца не оставили. Совсем нанеси. Всех любят. Бог есть. И все, что они делают. Все благо. Слава Богу. Такой филомарь радости. Слава Богу. Того тебе показали. И ребятам это. Так и скажу. Не в деньгах сейчас. Вот и сейчас. Спросит кто-нибудь. Хотел бы жить на счастье, заодно. По-другому проживать. Нет. Нет. Из Андрея замуж вышла. Знаю, что такое будет. Вышел, проделался. Это ж какое чудо мне, Господи. Вас. Это ж чудо. Маленькое. Это такое. Это ж удивительно. А Иван. Как он учился. Как он учился. Слава тебе, Господи. Помоги ему, Господи. Аиф, Господи. Аиф, Россия. Анистерка. Ой. Вами одними живу. Андрею скажи несколько слов. Андрея. Слава Богу. Что ему потом передать? Андрею. Андрей. Я тебя люблю. Благослови. 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 Молись за меня. Прошу тебя. Оставь. Помни, что дети тебе дал. Бог. Бог дал. И ты отвечаешь за них. Ты, Папа. Пожалуйста. Благослови. Бросай пяти. Спасай свою душу. Душа. Это дружи всего в ней. Поэтому очень легко можно потерять душу. Остановись. Не пей. Молю. Прошу тебя. Не оставляй. Дети. Сохрани. И спаси. Ты отвечаешь за детей. Найдюши. Прошу тебя. Андрей. Любей. Слава Господу. Никакой обиды. Андрей. Обиды. Нет. Только. Спасибо. За счет. Нестору, Нестору, еще передай. У меня тут что-то такое туманное все. Вот так. Не знаю. Она лежала у меня, не выпущенная. Работала всю дорогу. Батарея-то вся села. По моей неразумности. Говори ему. Не оставляй. Не оставляй несколько молекул. Веруй в Бога. Держись за ризу Христова. Господь превыше всего. Превыше всех мобильников. Превыше всех пугатств. Ты хотел стать спасателем. Хорошая работа. Хорошая профессия. Спасатель. А Христос спаситель. Очень близко к Богу. Только не оставляй ничего. Хочешь быть спасателем? Будь. С Божьей помощью. Можешь все. Он Игорь Дебунова был. И говорит, обратите внимание, что был более мягким сердцем. Он сидел там, кто-то что-то разговаривал. Он говорит, а что разговаривает? Да дайте ему поморги, да и все. Ну и ты где-то, он поднабрался-то. Так, ну и про форсию не забудь. Ефросинь. Ефросинь радость. Так и переводится имя. Божья радость. Господь дал ему. Как врачи говорили. Стояли хором, кричали. Избавляйтесь от беременности. Беременность не перспективна. Не родите. Восемь раз на УЗИ отправляли, только чтобы потом стоять и орать. Не родите. Избавляйтесь от беременности. Избавляйтесь. И какое чудо родилось. Как она болела. Господь помог. Господь помог, а Господь спас. Ты сама-то понимаешь серьезность операции? Понимаю. Ты вполне предполагаешь, что ты можешь не выйти отсюда? Понимаю. Так я назову предсмертные наказы матери. Так, чтобы мы уже усиленно молились, и мы тебя помним. Вот так. Ну, твои ребятишки у меня не один год были. Это лет, наверное, 6-7. Я их хорошо знаю. И нынче ты определи их, чтобы не дергали их. Дай свое слово. Чтобы как 10 июня, чтобы они вполне могли там... Не могу, Игнатий Тихонович. Сколько можно? Потому что у нее... Стажировка. У нее стажировка. Иван будет поступать в колледж. А Ефросинья будет на хозяйстве с Нестором. Не знаю, где на этих тех июнях будет. Не могу сказать. Андрей сейчас не занимается хозяйством абсолютно. Он не занимается ни домом, ничем. Топит дом Иван. Заботится о доме Иван. О хозяйстве Нестор и Иван. Козу тует. Андрей не заходит ни в сарай. Очень редко топит свинч. Практически он не интересуется ничем. К сожалению, компьютер и водка забрали у него. Часть души это... Страшно смотреть. Но я верю, что Господь спасет его. Даже не сомневаюсь. Господь не оставит. Сколько молитв за Ним. Сколько слез. Не оставит Господь. Верю. Поэтому не могу я поднять слову, что дети поедут этим летом в лагерь. Не морали. Не знаю, как обернется. Слава Христу. Побыли маленько. Я тут, конечно, упарился. Пешком шел от дома, как до городской. В этих сапогах новых-то. Едва добрел. И вдруг не туда пришел. Звонить никак. Да ладно, вот у нее такой безотказный сын у Татьяны. Он сразу завернул, машину подогнал. У памятника Ленина встретились. О! Первый раз в жизни. Сгодился хоть памятник для чего. Ну и дальше уже приехали. Он говорит, что еще не поворачиваешь краевой? Нет. Он говорит, что онкология там. Там. На дороге на большой. А туда приехали. А это поликлиника. А они сюда. И там надо идти в ограду. Туда пошли. Тоже не то. Это четвертое место, куда я пришел. Если сейчас сюда дошел, до туда доехал. И пешком я сюда никого не жду по лестнице. Думаю, уйдешь ты. И ничего нет. Да ладно, сказали в вашей палате. Такие улыбчивые женщины. Небольшая рост. Там говорит, Настя, да она с ребятишками ушла. Вниз. Радостная. Везде тут у тебя на охране. Везде никто не прогнал. Я в сапогах никаких этих бахил-то не надел. Видишь какой. И везде пропустили. Ну, скажут, видят. Ну, что с него взять-то, скажут. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Настя очень ждала вас. А? Настя вас ждала очень. Вот, видишь как. А я понял, что уже все мне не видать ее. Так, я сейчас маленько гляну. Подожди-ка, Божьей милостью. Митрополит Барнаульский Алтайский. Сергий подписал здесь. Вот, видишь, как еще тут не видать. Божьей милостью. Это я тут допустил такую беду. Прибор этот работал у меня. Видите, что тут. Митрополит Сергий. Сохрани его, Господи. Дал же Бог такого митрополита. После всего, что было-то. Мы как отдыхаем. А дальше-то видно будет, как. Мы только молимся, чтобы его Господь не убрал. Чтобы было здесь. А это святитель Христов Никола должно быть. Никола чудотворец. Иконы здесь. Матрона блаженная. Вот. Тут кто-то еще. Лука. Крымский Лука. Ну, врач. Ему и после смерти приходится вращевать. Ну, что, тогда не будем тебя больше тревожить. Дойдешь до палаты сама? Да. Все. Молитва усопших. Значит, усопшая тут есть. Вот так она у них. Маленькие иконочки, поминальники тут. Все у них как положено. Вот видите, как Господь благословил. Можно подойти, купить, помолиться. Знаете, как. Видишь, у меня еще затуманилось. Я не высчитал тут. Все. Я тоже держал. Спасибо, Христос.